МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости и репортажи о героической защите, борьбе и стремлении к победе. Мы здесь, чтобы наши дети всего этого не видели. Для меня страна, оно как одно целое. Это все дом Украины. Фронт-ньюс. Каждую субботу в 10.00 по киевскому времени на телеканале «Фридом». Эта операция начиналась в полнейшей информационной тишине. Факт, что можно перенести боевые действия на территорию страны-агрессора, стал полной неожиданностью для российских захватчиков. Бойцы Сил обороны Украины поделились подробностями курской операции, а реакции противника о том, как за раз удалось взять в плен целый взвод 28 человек, смотрите далее. Командир подразделения 22-й механизированной бригады с позывным «Шторм» вспоминает эмоции, которые испытал при поступлении приказа о начале курской операции. То, о чем раньше только шутили, удалось реализовать. Не буду ничего придумывать. Скажу так. Был шокирован поначалу, что мы действительно перейдем границу. Я в это не поверил. Думал, что это разговоры, а когда уже действительно первая группа пошла 6-го числа, я уже понял, что это не шутки, а реалии, к которым нужно позитивно относиться с боевой готовностью. В составе первой группы военных, кто начал продвижение в сторону территории противника, командир боевой машины с позывным «Перчик». Особых эмоций не было. Просто заехали, пересекли рубеж, где зубы дракона. Я помню, крикнул «Россия!». Мы посмеялись и поехали дальше выполнять свои задачи, свою работу. Просто знали, что мы уже на вражеской территории. Больше внимания, больше контроля, секторы. Потому что на тот момент больше никто не знал, в какой лесополосе наши, в какой лесополосе враги. Поэтому мы более внимательными стали. После пересечения российско-украинской границы воины шли вперед практически без сопротивления противника. Были такие мелкие соприкосновения, перестрелка. Но когда уже танк выехал, все прекратилось. Такие чуть-чуть, ничего особого не было. Они были напуганы. Они не ожидали, что мы действительно перейдем границу, что мы действительно зайдем на их территорию. Мы действительно будем что-то делать, брать их в плен или штурмовать. Они этого не ожидали. Они были напуганы. Поэтому они, что по отдельности, что массово сдавались в плен. И пограничники были, и ДРГшники, и срочники. Через несколько дней после начала Курска операции в сети начали появляться видео массовой сдачи в плен российских военных. В масштабах, не виданных за всю историю российско-украинской войны. Дали задачу зачистить село. То есть мы зашли в село, у нас была техника, у нас была группа пехоты, которая шла позади техники. И мы постепенно, постепенно начали продвигаться по селу. Мы знали, где их вражеский ВОП. До этого, конечно, наша артиллерия помогала разбирать этот ВОП. И когда мы уже подошли на крайнюю улицу к этому ВОПу, сначала шел танк, за ним пехота. И с той стороны, около ВОПа, выходят военные. Начали нам махать руками. Поступила команда к бою. Мы с нашим побратимом решили немного подождать и понять, что там происходит. Потому что они махали руками, потом начали поднимать оружие вверх. Мы точно так же подняли оружие. Показывали на то, что мы тоже настроены на то, чтобы все это без кровопролития это закончить. Все это без кровопролития закончить. Потом до нас подошел к нам их командир, командир взвода. Мы на радостях. О, у нас есть двое пленных. Командир, зам. Все супер. Мы красавчики. Но когда мы у него спросили, есть ли еще кто на опорнике, он сказал «да». Мой взвод. Мы ему дали команду, чтобы он маленькими группами начал их к нам выводить. Он их вывел. И в общем вышло 28 пленных. В общем вышло 28 полоненных. Именно в Курской области силам обороны удалось пополнить обменный фонд на сотни российских военных. Часть из них уже отправилась домой взамен на свободу украинских воинов. В том числе бойцов полка АЗОВ. Третье жестко, не сломано. Ура! Силы обороны продолжают Курскую операцию, продвигаются вперед и не прекращают пополнять обменный фонд, чтобы было кого менять на своих, чтобы освободить их как можно скорее из российских застенков. Что происходит в Курской области сейчас и не только об этом, будем говорить далее. Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ, журналист и политолог с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Доброе утро. Сегодня уже вот 3 октября, а мы помним, что Путин давал своим войскам время освободить Курскую область до 1 числа. Сейчас появились новые даты, не то 7 октября, ко дню рождения российского диктатора, не то 17. Вот так называемое контрнаступление россиян в Курской области захлебнулось. И более того, в ежедневной сводке нашего генштаба есть вот интересная статистика о том, что армия, российская армия бомбит свои же населенные пункты. Расскажите подробнее, что сейчас происходит на вашем участке Курской области. Да, на самом деле там даже не освободить Курскую область была задача, а я помню дословно этот приказ мы смотрели, очистить от бандитов, ну то есть от нас. Ну потому что признать со стороны Путина, что спецоперация против Украины вдруг превращается в войну, и эта война идет на территории России, для него, наверное, невозможно такой удар по самолюбию. Поэтому очистить от бандитов было первое число, потом 17, мы реально понимаем, что при всех усилиях это не делается за неделю, за два. У нас достаточно много, и если мы будем взорваться в землю, то будет тяжело. И да, вопрос о бомбежке поселков очень акварен. У них логика такая, их поведение, их боевые действия, они ведут себя как будто вот здесь нет ничего, что их как-то касается, ни их поселков, ни их людей. И они считают, что все, кто хотел, выехали, и все остальное не имеет значения. То есть они кабами закидывают по три каба за раз, кидают, чтобы хоть один попал в укрепление в наших, там где мы сидим, и сносят, выносят просто все. То есть свои собственные села, базы тут, которые есть, они равняют в ноль. Ведут себя так же, как на Донбассе. Именно поэтому я говорю, что мы в любом случае получили бы эти боевые действия, мы в любом случае получили бы боевые действия именно такие, со сносом поселка в подмор, в развалины, в руины. Но это было или бы в Курской области, или в Сумской. Мы выбрали Курскую. А какую тактику, кроме вот обстрела в своей территории, используют россияне в Курской области? Несколько вариантов. Бывают, как мы называем, борзые штурмы. Такие это, когда действительно бронетехника с десантом пытается прорваться на окраину занятого нами поселка, или там закрепиться редко, но такое бывает. Чаще все-таки они используют ту же тактику, что используют на Донбассе. То есть продвижение небольшими группами, так называемое просачивание. То есть вот позиция, с которой можно штурмовать. Уже наши позиции, точка, к ней пробираются по одному, по два. Там концентрируются группы, там 8, 10, 12 человек парные, и уже пытаются этой группой штурмовать. То есть тактика, в принципе, привычная. Это неудивительно, потому что здесь, в Курской области, мы столкнулись с тем же противником, с которым воевали. Наша 41-я бригада, наш тактичный подросток Гримм воевал с этими же людьми. Это 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Мы с ними воевали под Торецком точно так же. И они же здесь. Но это лучшее, по-моему, вообще, что сейчас есть в России. Они поэтому кидают туда, где им проблемнее всего. Достаточно мобильная бригада. До этого эта бригада воевала года два назад или год назад под Мулидаром. То есть тактику они переносят. Военная наука, она быстро меняется. Все немножко по-другому меняется. Дроны внесли свою правку. И поэтому все, что новое находится на Донбассе, допустим, тоже новое сразу применяется и на Курске, и на юге. Я думаю, во всем мире будет так применяться. Мы сейчас, пожалуй, единственная активная война, настолько активная, где все новое. Но мы видели, что на фронте часто враг использует тактику, когда в штурмы идут на баги, на вот такой технике интересной. А в Курской области тоже такое есть? Нет, баги мы тут не видели. Тут очень активно на самом деле работает авиация. Что есть, то есть. Это было с самого начала. Они когда и работали в обороне, и теперь пытаются штурмовать, контратаковать. Все равно авиация, ствольная арта, ствольная работает так же, как наша. То есть, сенсорно выражаясь, выстрелил и убежал. То есть выкатились, отработали и быстро уйти, потому что прилетает в ответ. Очень тяжело, конечно, потому что динамичная война гораздо динамичнее, чем в Донбассе. То есть ситуация меняется постоянно. Вот неделю не меняется общая карта по Курской области. Но в реальности вот тут за этот поселок был бой. Он два раза перешел из рук в руки, от него практически ничего не осталось. И точно неизвестно в настоящий момент, кто там вообще находится. Дорога, по которой ты едешь вечером, условно безопасно, условно под нами. На ней тебя может встретить только в пивишко вражеское. Но утром по ней ездить вообще нельзя. Зато другая дорога, которая была вчера заблокирована, она уже более-менее расчищена, так как можно поехать. Но опять-таки тут работает много ДРГ с их стороны. И это все-таки их территория, знание местности на их стороне. К сожалению, все-таки как не работает аэроразведка, как не работают наши пилоты, все-таки знание местности это всегда преимущество. Пример, опять-таки по этим дорогам. Вчера наша группа минометчиков, Гримовская, тоже нарвалась на мину, на дороги, которая считалась безопасной. Если какие-то дороги можно считать безопасными, которые были расчищены, по которой с утра ездили, они возвращались в нем и там уже заложили в него. То есть тут очень динамично все, постоянные движения из-за этого. И засады, и минирования по-разному. Давайте вернемся к началу Курской операции. Тогда, конечно, это все было в полнейшей тишине, все это было секретно. Но сейчас уже можно не обо всем, конечно, но понемногу говорить. В частности, вы тоже писали в постах своих, что можно говорить о том, почему противник был растерян, почему не подготовился и так далее. Если можно, подробнее расскажите об этом. Да, на самом деле сейчас провести какую-то серьезную операцию силами больше, чем рота, даже, пожалуй, и рота, практически невозможно, незаметно и внезапно для противника. То есть главный фактор внезапности в современной войне практически невозможен. Потому что аэроразведка, дроны летают, спутники работают, сконцентрировать войска невозможно. Поэтому Курская операция, в чем и был феномен этой операции, в том, что она действительно была сделана внезапно. Тут наша спецслужба действительно проработала два момента очень важных. Первое, СБУ обеспечило легендирование операций. То есть перевод, переброска войск наших в Сумскую область для врага было железобетонно залегендировано тем, что мы отходим на отдых. И наша 41-я бригада отходила сюда после Часовьяра, после Нью-Йорка, после Торецка на отдых, на укомплектование. У нас были такие вводные, мы ничего не знали, потому что, естественно, иначе утечка, вы понимаете, кто-то из бойцов позвонит девушке и скажет, что мы готовимся наступать. И вся эта информация, естественно, просочится. Поэтому нас отводили на декомплектование, и враг в это поверил. Это было первое, очень важное. Легендирование обеспечили жесткое. Они нас видели, но они думали, что мы зарубимся в земле, будем здесь отдыхать и ждать их. А мы пошли вперед. И второе, действительно, были СБУшные разработки, очень интересные. Я технологии сам не знаю, да и вряд ли они есть в открытом доступе, хотя уже противник с ними научился бороться. Это РЭБовская технология, РЭБовский такие ноу-хау, подавление их дронов, подавление их аэроразведки. То есть первые дни получилось их ослепить. Отсюда началась несогласованность, непонимание, где мы находимся. Они попадали в засаду, они попадали под обстрелы, потому что не видели нас. Они ослепли. А в современной войне мы уже привыкли, мы уже без дронов, без разведки, без аэроразведки. Мы уже не можем. Мы уже забыли, что такое ходить в разведку пешком. Все забыли, это не работает. И получилось, пока они несколько дней разбирались, что происходит, приняли меры и решили этот вопрос. Те несколько дней были самыми успешными. Действительно, СБУ отработало просто по полной программе. Мы видели, как в первые дни Курской операции много сдавались российских солдат в плен. Сейчас удается брать пленных российских солдат? Конечно, но уже безусловно, не в тех объемах, уже нет той растерянности, уже нет того эффекта неожиданности. Все рейды, на самом деле, их максимальный успех – это первые три дня. Военная наука, конечно, не идеально точная. Может быть, два дня, может быть, четыре. Но в течение недели фактор внезапности сводится на ноль. И здесь уже совсем другие силы против нас воюют. Больше 40 тысяч здесь и мотострелки. И полностью концентрируется Ленинградский военный холд, так называемая группа войск «Север». И они перекинули сюда 106-ю десантную дивизию, 155-ю морской пехоты, про которую я говорил. И продолжают концентрировать войска. То есть, у них многократное преимущество живой силе и технике. Уже, конечно, тех успехов, которые были первые дни, не будет. Но по-прежнему есть результаты, да. Но, чтобы вы понимали, картина не такая, что мы идем парадным шагом. У нас тоже есть и потери, и наши пацаны пропадают, гибнут. Тут нелегкая прогулка совсем. Курская операция достаточно жесткая сейчас идет. Ну, а надействие, это видно действительно так. Поэтому мы благодарны вам за то, что вы делаете на этом участке фронта. Ну, и давайте поговорим о Восточном, то, что происходит в Донецкой области. Официально вчера оперативное командование Хортица подтвердило, что войска вооруженных сил Украины вышли из Углидара, заняли новые позиции. Город его сдерживали практически тысячу дней, и подступы к нему усеяны телами российских солдат, разбитой техникой. Да и от самого города почти не осталось. Россияне снова оставляют руины. И вот эти огромные потери российской армии, для чего они были? Что дает им захват Углидара? Углидар на самом деле отличился тем, что под ним, наверное, потеряно противником рекордное количество техники. Они его штурмовали больше двух лет. И вот эта 155-я бригада морской пехоты, Тихоокеанская, российская, она там положила больше 60% личного состава своего первоначального, то есть контрактников, самую элиту. И танков они попытались долго брать. Столько танков, сколько они потеряли под Углидаром, наверное, не теряли ни на Абдеевке, ни где больше. Их на самом деле все время беспокоил этот выступ Углидарский. Он мешал и на Кураховском направлении, и он пугал их на Покровском направлении. Он мешал, он был клином в их оборону и контроль над проходящей трассой. Уже последние дни было понятно, что уже осталась оборона в одном городе Углидар. Уже выступа как такового нет, уже этого нашего контроля нет, поэтому сам Углидар имел смысл. 72-я бригада действительно титаны держались, давая выйти всем остальным. Те, кто держался последним, это самая уважаемая и самая тяжелая, самая большая по потерям задача боевая. Это держать оборону, пока выходят остальные. Покровское направление, оно остается одним из самых горячих. И сам город, и ближайшие населенные пункты тоже ежедневно падают огнем противника. Какая там ситуация? На Покровском они немножко не могут наступать, они остановились, как они считали. Уже две недели назад они задержались на два дня, чтобы взять Селидова. На Селидова бросили целый первый армейский корпус. Это очень-очень много. И дополнительно большие танковые силы, чтобы быстро за два дня взять Селидова. Немножко опьяненные успехом Новогродовки. Но Селидова взять у них не получилось. До сих пор идут бои, мы предупреждали, что нам креплено. Но оставить Селидова во фланге украинским они не могли, они получили удар во фланг своей Покровской группировки. Поэтому сейчас они сосредоточены на Селидова, что касается Покровска. И вокруг Покровска идут бои, рядом идут бои, но сейчас серьезных штурмов Покровска не будет. Более того, я уверен, что Покровск они вообще не возьмут. В настоящий момент на это ресурсов у них нет. Поэтому основные усилия они сейчас сосредоточивают южнее. Опять-таки про Улидар мы говорили. Это Курахова, это более далекая цель. Но они продвигаются к нему. И вот сейчас, по-моему, основное количество боестолкновений это Курахов. Вот по поводу Селидова, есть информация, что от 30 до 60 тысяч человек Кремль бросил туда. А какой вот замысел оккупантов, что дает им возможный захват Селидовой? Тут дело не в том, что он им даже дает. Тут дело в том, что он им не дает. Не захват Селидова. Селидова под контролем Збройных сил Украины. Это угроза флангу их Покровской группировки, их основному направлению штурма. Они не могут позволить себе идти на штурм Покровска, имея рядом в левом фланге Селидова. Потому что они продвигались уже к Покровску, постепенно истощая ресурсы. Уже не очень широким фронтом, не 10-15 километров, там 3-4, максимум 5 километров вдоль железной дороги они продвигались. Один мощный удар, один рывок, и мы их логистику перерезаем. Не надо захватывать этот кусок. Достаточно взять его под мощный огневой контроль и все. И их группировка останется без снабжения, без пополнений, без вывода раненых. Поэтому оставить во фланге, пройти мимо Селидова они не могли и не могут. Это для них проблема. Это как у Лидарских выступ в свое время был. Как Клещеевка сейчас на Бортмуте. Такие выступы недопустимы, они угрожают всей группировке. Поэтому они не могут себе позволить оставить Селидова у себя в ТУ. Россияне также атакуют и прифронтовые города. Вот, например, Харьковская, Запорожская область страдает. Да, главная проблема авиабомбы. Армия путинская сбрасывает их по всей линии боестолкновения. Мы видели, что был прилет в Харькове. На выходных ударили по Запорожью. Есть ли вариант, как можно остановить вот этот террор постоянный, когда обстреливаются именно кабами города? Это самая большая проблема, потому что мы потеряем с вами полчаса, если будем перечислять, куда прилетали кабы за последние месяцы. Они прилетают везде, где достают самолет. Это Запорожье, это Харьков и Харьковская область, и Запорожская область. Это Сумы, Сумская область, страшная трагедия. То есть всюду, где долетает самолет. На самом деле Константиновка, Покровск, Краматорск, Славянск, Дружковка. Все страдают от кабов. И наши позиции страдают по Нью-Йорку, по Торецку, по Часавьяру. Они сбрасывают. Проблема в том, что каб, он сбрасывает самолет где-то над Донецком, чтобы он долетел до Константиновки, до Краматорска. Он не попадает в зону действия наших ПВО. Его не собьешь там. А сам каб, большая болванка с крылышками, его тоже сбить практически невозможно. На РЭП он не реагирует. Это беда. И пока такого противоядия, чтобы остановить каб, у нас нет. Единственное, что можно сделать, это уничтожать авиабазы, где эти самолеты стоят, и уничтожать склады с этими кабами. Это долгое, сложное лечение, но другого рецепта пока нет. Потому что бить так же своими кабами по российским городам мы себе позволить не можем. Мы не террористы. Но пока мы видим, что мы наносим удары дронами, но наши союзники, партнеры не дают нам разрешения бить ракетами по авиабазам и складам на российской территории. Поэтому рецепт простой. Бьем дронами. Зеленский говорит о том, что есть у нас баллистика уже своя, есть поляныцы, успешные упробования прошли. То есть нам просто нужны деньги и нужно производство своих боеприпасов. Для этого нужен зеленый свет бизнесу, снижение налогов, полное снижение административного отыска, снижение тарифов на логистику, укрозалезницы, беспребойное энергопостачание, своя сброя, свои ракеты мощные. И возможность тогда никого не надо спрашивать, куда и как нам бить. Только так мы остановим эту навалу. Другого рецепта против КАБов, к сожалению, нет. Ну, это как раз таки, да, об этом тоже говорили на этой неделе, что Соединенные Штаты не против, да, чтобы били дальнобойным оружием украинцы по врагу, но своим. Поэтому как раз таки действительно это один из рецептов. Пока дроны атакуют Российскую Федерацию, вот свежая новость. Заявили в РФ о массированной атаке, и говорят, что сбили якобы 113 дронов. Это в четырех регионах происходило. Белгородская, Вроническая, Курская и Брянская. Как думаете, действительно ли сбили 113 дронов? Или все-таки некоторые долетели, а это очередное заявление в стиле Коношенкова? Это очень смешная история, на самом деле. Такого еще не было на моей памяти, потому что бывает, что наши дроны прилетают, взрываются, они докладывают про то, что сбили, к этому мы привыкли. Но тут ситуация, как подросток, который хвастается перед друзьями про бурную ночь с девушкой, потом выясняется, что она даже не пришла. Мы не запускали дроны этой ночью, не летели дроны по этим областям, их не было. И если кто-то не верит на слово нам, то могут посмотреть все российские паблики, которые всегда очень оперативно, быстро дают фото, видео, работы ПВО, пожаров, падение обломков, заявление о том, как героически борются с огнем. Все местные власти говорят, мы тоже видели, все сбили, правда. И вот маленькие обломки упали, загорелось, все вокруг, мы тушим. Это всегда стандартно происходит. Всегда есть фото, видео. Ну, так сейчас работает система коммуникаций. А тут только заявление Минобороны России. Мы сбили 113 дронов. Где? Ну, то есть они просто списали БК и доложили о том, что сбили. Ничего не летело. Понятно. Тактика ясна. Не меняется в плане пропаганды, в плане того, что россияне ищут как себя похвалить, или, как вы заметили, списать действительно боекомплект. Еще хочу поговорить с вами об очередных преступлениях. На слуху уже отреагировали страны Европы. Это казни и расстрелы украинских военнопленных. На днях появилось видео. В Генпрокуратуре подтвердили, как российские захватчики взяли в плен 16 украинцев, выстроили в шеренгу. Мы видим сейчас это видео. Расстреляли. Мы знаем давно, что Россия страна террорист. Террорист, страна террористов, это не секрет. Ну а как найти и привлечь к ответственности за эти казни тех, кто их исполняет, и тех, кто отдает приказы вот так жестоко расправляться с военнопленными? Ну, мы не можем в юридической плоскости сейчас с вами, я как военный, не могу это говорить, что надо найти. Это вопрос, естественно, правоохранительных органов, международной юстиции. Но на практике, скажу так, мы делаем, мы запоминаем подразделения российские, которые этим были заметны, и ведем себя с ними соответственно. Я не буду больше говорить, больше говорить не имеет смысла и, наверное, не стоит. Но мы запоминаем подразделения, которые этим занимались. Этого достаточно. Что касается плена, то на самом деле, ну понятно, что они нас не очень хотят брать в плен живыми. Это видно, с этим мы сталкивались. И вот наши гримовские пацаны буквально неделю назад на пуске попали в засаду наших взвод минометный, а с той стороны рота, с ДШК, с пулеметами накрыли очень плотно. Кричат, хохлы, давайте. Наши, как вы сдадимся, вы стреляете. Перестаньте стрелять. Он перестает стрелять, наш один высунулся, сразу открыли огонь. То есть они не хотели брать в плен. То же самое наши трое, наши тоже гримовские, но пулеметный взвод. Трое ребят на Торецке. Тоже держались, их уже обходили. И просто они втроем, честно сказали, сдаемся или нет. Маугли, Белый и Карась. Решили биться до последнего. Вышли сейчас в госпитале, понахватали железо, конечно, в себя. Но живые в нас. Понятно, что россияне все эти показательные расстрелы с видео делают для своих. Чтобы показать, смотрите, что мы делаем с пленными украинцами. Пытаем, убиваем. Вы понимаете, что будет с вами, если вы попадете к украинцам в плен. Они и так все страшные. Так что да, и мы видим, что эта схема понемножку работает. Россия не менее охотно сдаётся в плен. Некоторые пытаются покончить с собой. Вот мы видели с дронов съёмки. То есть это больше они для того, чтобы свои понимали шансов на пощаду не будет. Драться надо до конца. Такой у них способ укрепления морального духа вместе с заградотрядами. Это, скажем, со Второй мировой войны тактика Кремля. Вы говорите, что не нужны украинские военнопленные россиянам. А почему? Как же обменный фонд? Ведь они потом сами просят в последнее время, да, это происходит об обмене. Вы подходите с логикой нормальной человеческой к процессу. Это для нас важны люди. Их нужно вытянуть любой ценой. Для России люди расходные материалы. Они вытягивают тех, кого они вынуждены вытягивать. То есть всегда это очень хорошо взять в плен кодировцах, потому что их очень быстро выменивают. Оказалось, что погранцов ФСБшников, срочников, которых нахватали в Курске, они очень хотят получить обратно. Поэтому, несмотря на всю истерику Путина про бандитов в Курской области, три обмена за две недели. Это 28 августа, 13 и 14 сентября. Три обмена, 297 пленных. Один к одному. 297 на 297. Это действительно, в такое, казалось бы, время, когда обмена не будет, все произошло. Это им ценный ресурс. Обычные бойцы, мобилизованные, ресурс гораздо менее ценный. Такие, кого они мобилизовали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, например, те уже по два года сидят, по три года сидят. Их никто не меняет. Они вообще не нужны. Им их включают в наш список. Россия их не забирает. В России не интересные люди. А для нас верных людей самое главное. Принципиально разный подход в голове. Принципиально разные отношения. Поэтому мы не всегда их понимаем, их логику. Я не знаю людей, которые понимают их логику, если честно. Так что это вполне естественно. Кирилл, мы вас благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру и за то, что вы делаете сейчас вместе с побратимами. Кирилл Сазонов, военнослужащий вооруженных сил Украины, журналист и политолог, был на связи с Фридом. Вы можете внести свой вклад в победу над путинским режимом. Телеканал Фридом призывает вас поучаствовать в сборе средств на дроны для Главного управления разведки Украины. Кир-код сбора, с помощью которого вы получите доступ к счету, вы видите на своих экранах. Он действует в любой стране мира. Также в правом нижнем углу экрана мы разместили QR-код, с помощью которого вы в любое время можете присоединиться к борьбе с преступным кремлевским режимом. Если в вашей стране заблокировали доступ к части сайтов или некоторым соцсетям, вам необходимо воспользоваться VPN – виртуальной частной сетью. Для этого нужно скачать программу на компьютер или смартфон. Установить программу согласно инструкции, вернув доступ к открытому просмотру. Через VPN на сайте Фридом вы сможете получить всю самую оперативную и объективную информацию о ситуации в Украине и мире, а также по ссылке, которую вы видите на экране, смотреть круглосуточно прямой эфир нашего канала. Фридом. Освободи свое право на выбор. С 1 октября в России стартует осенний призыв. В планах Кремля набрать еще 133 тысячи солдат. Российские власти опять обещают не отправлять срочников на войну против Украины. Вот только этим заверением уже мало кто верит. Число убитых и взятых в плен ВСУ российских солдат срочной службы доказывает обратное. Режим будет использовать этот ресурс для восполнения масштабных потерь российской армии. Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильный запас личного состава для войны в условиях высоких темпов оттока кадров. Из сообщения о разведке Великобритании в соцсети УС. Осенняя призывная кампания даст Кремлю возможность опробовать новую систему рекрутинга. 1 ноября 2024 года в силу вступает закон о воинской обязанности и военной службе, который предусматривает обязательную цифровизацию работы военкоматов. Теперь информация по каждому призывнику будет храниться в 48 разделах. В базе единого реестра призывников будут почти все личные данные человека. От истории болезней до наличия второго гражданства. Кроме того, повестки теперь будут вручаться через единый портал госуслуги в электронном виде. А это существенно сокращает шансы уклониться от службы в армии страны агрессора. Попытки избежать вручения бумажной повестки, не открывать дверь представителям военкомата, не жить по месту прописки и тому подобное были главной стратегией уклонения от призыва. Появление электронных повесток при формальном сохранении бумажных делает эту стратегию бессмысленной, поскольку не получить ее фактически нельзя. Она будет направлена человеку в личный кабинет на госуслугах и одновременно появится в реестре повесток. Но уведомление о размещении придет опять же через госуслуги. Через неделю после размещения в реестре повестка будет считаться врученной. Из публикации русской службы Белиссии. Для тех, кто проигнорирует повестку, предусмотрен перечень ограничений. Нельзя будет взять кредит, продавать или покупать недвижимость, заниматься предпринимательством и даже получить загранпаспорт. Но главное, такого гражданина федерации не выпустят за пределы России. Эксперты предполагают, что откупиться от службы в армии теперь станет сложнее. Способов решить проблемы своим командам за взятку остается вот таким незаконным способом. Остается все меньше, а стоимость этих услуг растет. Еще одним ресурсом для восполнения потерь российской армии остаются мигранты. 8 августа Путин подписал закон, в котором всем лицам, получающим российское гражданство, предписывается становиться на воинский учет. А у тех, кто от постановки на учет отклоняется, будут отбирать российский паспорт. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom. Литва, Латвия и Эстония. Три Балтийских республики особенны по-своему, однако уникальны в своем единстве, в своем противодействии российскому злу. Их единит общее прошлое, в полувековой советской оккупации и борьбе за независимость в 90-х годах. Они знают и помнят, чем грозит свободе и демократии политика, исходящая из Кремля. Как страны Балтии отвечают на угрозы со стороны России? Какие уроки из опыта Балтийских республик может извлечь Украина? И как Литве, Латвии и Эстонии удалось вырваться из орбиты Кремля? Об этом вместе с экспертами говорим в новом выпуске проекта «Визоляция». Приветствуем с нами Олег Дунда, народный депутат Верховной Рады Украины, представитель депутатской группы по межпарламентским связям со странами Балтии. Рад видеть. Олег, возникает вопрос, если мы говорим о позиции стран Балтии по поводу того, почему она настолько, ну, на самом деле, жесткая, бескомпромиссная и неоспоримая по отношению к осуждению Российской Федерации и поддержке Украины. Они постоянно боролись за свою независимость и стали тем камнем, который, по сути, и развалил Советский Союз. И у них вот эта вот историческая память, угрозы со стороны Москвы, им объяснять не надо, она присутствует, и они это прекрасно осознают. Поэтому и поддерживают Украину максимально. Более того, если вы посмотрите внимательно, чем ближе европейская страна находится к границам с российской империей, тем более у нее такая жесткая позиция, тем более четкое понимание, какие угрозы идут со стороны Востока. Март 1990 года. Литва первая из советских республик, которая объявила о независимости и выходе из состава СССР. В ответ Кремль отрезает Вильнюс от поставок нефти и газа, а в январе 1991 года перебрасывает в Литву псковских десантников и бойцов спецподразделения КГБ СССР «Альфа». Войска захватывали административные здания и перекрывали транспортные сообщения, а танки прорывались через толпы сторонников независимости. В результате противостояния армии и безоружных активистов погибло 14 гражданских. Сотни получили ранения. Эти события стали прологом падения советского режима. В начале 90-х балтийским странам пришлось выстраивать отношения с Россией почти с нуля. Казалось, это была хорошая возможность для нового старта. Приветствую с нами на связи Пятер Сауштряевич, литовский государственный деятель, политик, депутат Европейского парламента. Пятерс, и разговор хотел бы начать вот с такого вопроса. Скажите, как выстраивались отношения между странами Балтии и России в 90-х 2000-х? Какие перспективы просматривались тогда? Главное, документ, который определял до определенного времени наши отношения международные между Литвой и Российской Федерацией, они включали в себя очень интересный момент. Тогда бывший руководитель парламента, Питл Тас-Лансбергис, он достигал того, чтобы Россия признала факт оккупации. И тогда уже были люди, которые не хотели признавать все дела, которые сделал Советский Союз, репрессии против людей и оккупационные процессы. Наверное, уже было какие-то наметки на то, с чем пришел Путин. Но мы достигли этого. И это все-таки создавало какую-то надежду на другое будущее. Но очень скоро стало очевидно, что их взгляды на прошлое и будущее совершенно разные. РФ и дальше рассматривала балтийские страны как бунтующие, но свои. В то время как многие западные страны велись на финансовые выгоды в сотрудничестве с Москвой, государства Балтии сигнализировали об угрозах, исходящих из Кремля. И, очевидно, единственной возможностью защитить себя от новой российской оккупации стало членство в НАТО. Североатлантический альянс принял Латвию, Литву и Эстонию в 2004 году. И для них это решение стало одним из ключевых в понимании и обретении подлинной независимости. Для Литвы, когда мы вступали и в Евросоюз и делали все возможное, чтобы не опознать с вступлением в НАТО, нам задавали вопросы не только российские политики, «А что, почему? Разве мы вам представляем опасность? Почему вы хотите вступить в НАТО?» Но мы такие вопросы слышали из самого Запада. А зачем вам вступать, если вот Россия наш стратегический партнер, если тут все ясно, тут можно разобраться за столом и так далее. Мы должны все понять, что гибридную и вообще откровенно политическую войну против Запада Путин начал намного раньше, чем мы думали. Российская ФСБ уже много лет вербует западных политиков, и депутаты Европарламента от стран Балтии не становятся исключением. Как пример, представительница Латвии Татьяна Жданок на протяжении 20 лет сотрудничала с Федеральной службой безопасности. По данным журналистского расследования The Insider, Delphi и Ребалтика, Жданок работала под руководством ФСБ с 2004 года. Кроме того, она вела активную общественную деятельность, продвигая пророссийские взгляды. Запустила в Латвии специальную радиопередачу, которая называлась «Час русской школы». Насколько сильны параллели в плане влияния России на эти страны и на Украину? Потому что кажется, что Россия использовала те же самые моменты в том, чтобы и проводить какие-то провокации, влиять за счет русскоязычных людей, добавляя сюда пропаганду и добавляя сюда те же самые угрозы по поводу и экономического сотрудничества, и энергетических каких-то проектов. Возьмем, например, самую уязвимую страну, это Латвия, с точки зрения гибридной угрозы. То есть там где-то 50% населения, оно является пророссийской, либо имеет симпатию к Российской империи. Пророссийской или русскоязычной? Или эти вещи между собой идут как-то очень ряд? Они часто, зачастую они калинируют. По одной простой причине, что если ты русскоязычный, если ты не обладаешь знанием языка государства, в котором ты обитаешь, то есть либо латвийского, либо литовского, либо эстонского, ты часто чувствуешь себя ущемленным. Ну, просто потому, что ты не можешь влиться в эту среду за отсутствием знания языка. И, соответственно, это вопрос лишь времени, когда ты становишься апологетом русского мира. Плюс культура, плюс традиции, плюс информационное поле, в котором ты обитаешь, потому что ты воспринимаешь информацию только на русском языке. Русскоговорящие на постсоветском пространстве больше всего подвержены влиянию кремлевской лжи. Еще в 2014 году министр иностранных дел Литвы Лина Слинкевичес писал в своем твиттере, «Пропагандистская машина канала Russia Today не менее разрушительна, чем марши военных в Крым». Языковой вопрос – тема, которую Кремль раскачивал в Балтии, пытаясь продвигать свои интересы среди русскоговорящих. От таких, по разным данным, в Латвии около 36, а в Эстонии почти 40%. Пропаганда кричала о притеснениях русских, а все из-за того, что в этих странах действует норма об обязательном владении национальным языком. К примеру, в Латвии русскоговорящие жители, которые не сдали экзамен по языку, имеют статус «неграждан» и, соответственно, не являются участниками политических процессов. Русских у нас были и есть свои маленькие политические партии, есть свои газеты, есть свои радиостанции, и сейчас, конечно, всякие тут интернет-ресурсы, но тут проблема такая, что они не влияют на политритику Латвии, потому что этих русских людей, во-первых, у них поломбина, из них не граждане, они отказаются натурализироваться в Латвии, и они из-за этого не могут голосовать за своих путинских маленьких партиях, и, во-вторых, то, что они тут делают между собой, и то, что они тут пишут на своих газетах и вебсайтах, латыши не читают. То российское влияние распространяется на русскоязычные. Они видят, что это могут быть и белорусы, и украинцы, и поляки, и даже литовцы, которые определенное поколение, как мое еще, мы имеем вот этот так называемый подарок, языковой подарок из бывшей империи. С этим надо постоянно бороться, и нет, наверное, тоже одного одновременного решения, которое нас освободило бы от имперского и такого дезинформационного влияния, которое они хотят из Москвы продолжать как можно скорее, потому что для них это, наверное, и является самым большим проигрышем. То есть отсутствие влияния, отсутствие контроля над умами и головами людей. После российского вторжения в Украину, Латвия, как и другие страны Балтии, решила окончательно и бесповоротно избавиться от советского наследия и порвать современной России. Информационная сфера, бизнес, последовательно очищается от всего, что связано с Москвой. Ведь риски, которые многие годы были предметом обсуждения, стали реальной военной угрозой. Скажите, если мы говорим о позиции стран Балтии, по поводу ограничений в отношении Российской Федерации, санкций, тут полная поддержка. И в зачастке истории, как в целом в Европе, пришлось отказываться от энергоресурсов с Российской Федерацией. Как бы вы оценили роль именно стран Балтии в продвижении этой идеи? Даже Литва, Латвия и Эстония, они до 2022 года, они были очень зависимы даже не от энергоресурсов, это само собой. Они зависимы были от российского капитала. Многие предприятия, многие порты де-факто принадлежали представителям российского капитала на корне. И то, каким образом эти страны в ущерб часто себе поддерживали санкции, и пробивали и лоббировали та же госпожа Калас, которая сейчас будет отвечать в Евросоюзе за международную политику, то они должны быть примером для многих стран, начиная от Польши и заканчивая в Венгрии, Словакии и всех стран. В 2007 году на встрече премьер-министров стран Балтии была принята декларация о намерениях выйти из общей с Россией энергосети и объединиться с Европой. Это касалось и российского газа. В 2013 году в порту Литовской Клайпины начал работу плавучий терминал Индепенденс. Так страны Балтии стали получать сжиженный природный газ от различных поставщиков. В апреле 2022 года страны Балтии заявили об отказе от поставок российского газа. А с 2025 планируют полностью отключиться от энергетического кольца, связывающего их с Россией и Беларусью. Посредством энергомоста между Литвой и Польшей Балтия станет частью энергосистемы континентальной Европы. С этими процессами тут, наверное, и началась, я бы сказал бы, настоящая независимость, когда мы уже можем, имея альтернативные каналы импорта, электричества, газа, нефти, мы можем уже более свободно говорить и рассказывать другим странам, которые вот за счет политически установленных цен, со счет того, что Россия хотела иметь выход на их рынки, поставляла вот эти энергоносители более такими ценами, которые держали многие страны и держат многие страны. Потому что на сегодняшний день, смотрите, и Австрия, и Венгрия, и Словакия еще, как говорится, глотают российский газ и даже нефть, и не хотят поднять глаза и увидеть Бучу, Ирпинь или, скажем, то, что происходит теперь и в Харькове, и в Херсоне. Дезинформация, экономическое давление, нарушение границ стран Балтии – это лишь часть элементов гибридной войны РФ. В мае этого года в медиа всплыл некий российский план о расширении морских границ в Балтийском море. В частности, говорилось, что Россия должна объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива. Документ был опубликован на сайте правительства России, однако после международного скандала его убрали. Мы можем вспомнить, как и Балтийский море чуть ли не делили со странами Балтии и Финляндии. Как вы это оцениваете, и как, по-вашему, насколько была адекватная реакция ни стран Балтии отдельно, ни Финляндии, а в целом, блок Канады, стран НАТО? Ну, как оценивать, достаточно просто. Это было прощупывание реакции. Готовы ли давать отбор? Готовы ли бы Леонид мобилизироваться на этот отбор? Ну, и в конце концов, какой ответ у блока НАТО будет на сакраментальный вопрос? Стоит ли Клапета Третья мировая война? Ну, тот вопрос, который 100 лет назад, в 39-м году, задавали немцы, стоит ли та же Клапета, у них тогда было новое название, новой большой войны Европы. ответы мы на это все не познакомили. По сути, сейчас то же самое. Эстония сталкивается с гибридными атаками России с 2007-го года. Сначала это были только кибератаки, потом физические, затем взрывы. У нас есть четкие доказательства того, что их организовывало правительство РФ. Россия, очевидно, таким образом испытывает нас, проверяет, как далеко она может зайти до задействования пятой статьи Североатлантического договора. Вопрос в том, когда мы сможем сказать, это пересекло предел для активации пятой статьи? В октябре 2023-го в Балтийском море произошла странная череда аварий. Были повреждены газопровод «Балтик Коннектор», соединяющий Финляндию с Эстонией, и два подводных кабеля. А в январе того же года произошел взрыв на газовой магистрали «Эмбергрид». Это объект критической инфраструктуры, от которого зависят и газо- и теплоснабжение в регионе. Следователи не исключают, что это могут быть диверсии. Страны Балтии выступают за самые жесткие санкции в отношении России, оказывают военную и гуманитарную поддержку Украине. По размеру помощи от объема ВВП Эстония находится на первом месте в мире. Литва на четвертом, Латвия на пятом. Страны Балтии, они очень маленькие по территории и по населению. Вот пример тот же Вильнюс, он 20 километров от Белоруси, которая сейчас является фактически частью Российской империи. Де-факто. Это Юра, де-факто. И они это осознают, что их способности к противостоянию весьма слабы. И они понимают о том, что наилучший вариант для их будущего, их независимости, чтобы не повторять истории столетней давности, когда их фактически аннексировали, это фактически развал этой Российской империи на несколько государств, потому что эту Российскую империю историю учат демократизировать невозможно. И в данном направлении они вместе с Украиной на одних рельсах и на одном понимании. Мы не можем только наблюдать, мы должны быть партнерами, помогать Украине сколько можем и даже больше, потому что здесь, наверное, решается судьба большого региона. Вообще, наверное, развитие и в мировых политических процессах, поэтому мы знаем свою историю, мы знаем, чего можно ожидать, если эта репрессивная страна агрессивно настроена, она будет расширяться и ей не будут вычеркнуты очень четкие образы. Первый раз в истории Украине есть шанс победить и есть шанс защищать себя. и в этом процессе защищать тоже других мирных стран, пока Россия не нападала еще на других, потому что история покажет, Россия всегда делает все, чтобы захватить новые территории и убивать там людей. И Путин, остановить Путина означает, что мы можем сейчас переломить эту историческую традицию. Сегодня Литва, Латвия и Эстония все больше инвестируют в оборону. Их военные бюджеты превышают условия НАТО по выделению на эти потребности 2% ВВП. Сегодня Балтия поддерживает и украинский путь в НАТО. Кроме того, активно участвует в модернизации вооруженных сил Украины. К примеру, Литва пообещала профинансировать производство украинского дальнобойного оружия. Это огромная поддержка, которая поможет Украине еще более эффективно защищаться. Литва уже помогла Украине на 2% от собственного ВВП и стремится продолжить эту поддержку на уровне 0,25% ВВП страны ежегодно. Важнейшим событием стал саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда лидеры Альянса утвердили стратегию обороны для стран Балтии, а также Юго-Востока Европы. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур тогда заявил, что если раньше допускалась временная оккупация части территорий стран НАТО и ее освобождение, то новая стратегия обороны концентрируется на том, чтобы вообще не допускать сдачи территорий. Кроме того, НАТО разработало план по созданию сил быстрого реагирования численностью 200 тысяч человек. Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но по разным оценкам она готова восстановить ее в течение 2-3 лет. Мы должны быть готовы и должны сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше. Летом этого года стало известно, что Эстония, Латвия и Литва договорились о создании линии обороны на рубеже СРФ и Беларусь. По данным эстонской газеты Postimess, Таллинн намерен построить около 600 бетонных бункеров на восточной границе страны на случай прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Вот эта империя взгла, опять она как бы проснулась, она действует и только те, которые имеют исторический опыт могут, наверное, правильно рассказать другим. Это уже признается. Хорошо, что признается. И я очень надеюсь, что нас не только слышат, но и понимают. Они, осознавая, какую угрозу для них несет Москва, а это такая же история как с Украиной, что до тех пор, пока на наших границах присутствует вот эта вот империя, это всегда будет угроза. Это вот четкое кристальное осознание того, что победа Украины это независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Поражение Украины это потеря суверенитета и этими тремя странами Балтии. А я более того скажу, что победа Украины в любом случае придет к распаду Российской империи. Когда Украина станет опять полностью свободной, независимой в мире контроля своих границ страной, тогда мы, наверное, скажем, что мы достигли чего-то. Но когда это произойдет, я не знаю. но для этого должны мы все собраться, собраться и силы и сделать до конца, потому что империя зла не отступит, если мы ее не отбросим. Горький исторический опыт, полувековая советская оккупация не оставляет странам Балтии иного выхода, как и дальше бороться с имперскими амбициями Владимира Путина, с его попытками возродить тоталитарный режим на постсоветском пространстве. При этом Латвия, Литва и Эстония выступают единым фронтом в поддержку Украины и дальнейшую изоляцию современной путинской России. Правда, искажаемая столетиями. Ивана Мазеппу российская пропаганда сделала одним из самых страшных преступников во все времена. Мифы, обращенные в пропаганду. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Российская история, не имеющая отношения к реальности. В общем, сами придумали и сами поверили. Методы завоевания новых территорий Екатерины II стали методичкой для всех последующих правителей России. В проекте мы развенчиваем самые распространенные исторические мифы. Реальная история каждое воскресенье в 10.00 по киевскому времени на телеканале Freedom. Игры диктаторов, как Сталин помог Гитлеру подавить варшавское восстание, почему Красная Армия не пришла на помощь полякам. Отцы и дети реальная история о том, как на поле боя Российско-Украинской войны встретились отец и сын, воюющие за разные стороны, а также я сказал Горбатый, у кого СССР слямзил проект для первого советского народного автомобиля ЗАЗ-965. Это исторические факты, мы рассказываем, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. Ровно 80 лет назад, 2 октября 1944-го, было подавлено варшавское восстание, длившееся два месяца. В этот день командующий армией Краевой Тадеуш Комаровский подписал капитуляцию. Что же произошло? Ведь время для восстания оказалось, было выбрано идеально. Красная армия теснила нацистов и подошла к восточным районам Варшавы. Немцы отступали, удар с тыла застал их врасплох, но развить успех не удалось. Советские войска внезапно остановили свое наступление. Это позволило нацистам направить резервы не на фронт, а для подавления восстания. Почему Сталин дал команду остановиться и не пришел на помощь полякам, ведь как только восстание было подавлено, Красная армия снова двинулась вперед. Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Кровавая страница Варшавского восстания. Как польская армия Краева хотела отбить свою столицу у нацистов и коммунистов, но проиграла. Польские повстанцы оказались своего рода в вакууме. Какой план готовил Сталин для Польши? Сталин заинтересован в том, чтобы захватить как можно больше территорий в Европе. И почему он не помог полякам, организовавшим бунт против Гитлера? Переговоры со Сталином ни к чему не привели. Город, охваченный огнем многочисленных пожаров. Октябрь 44-го от когда-то величественной старой Варшавы остаются буквально руины. Ведь нацисты уничтожают ее как с воздуха, так и с земли. Это была невиданная жестокая месть за то, что 35 до 40 тысяч польских повстанцев, часто безоружных, включая женщин, подростков и детей два месяца держали в этом варшавском коридоре танковые группировки СС и Вермахта. Черный дым от пожарища хорошо виден и на другом берегу реки Висла, где в это время находится Красная Армия, которая почему-то остановила свое наступление именно в этот момент. Сталин тянет, отвечая союзникам официальными отписками. Это была позиция Сталина, учитывая ситуацию на фронте не вести активных действий во время кульминации Варшавского восстания. Чего он ждет? Ответ на этот вопрос может шокировать, ведь кремлевский вождь сознательно дает возможность Гитлеру утопить Варшавское восстание в крови. Но зачем? Об этом расскажу далее. Лето 44-го становится переломным во Второй мировой. Союзники открывают Второй фронт на Западе. Вторая половина 44-го года это завершающий этап войны. Всем было понятно, что Германия проигрывает Вторую мировую. Это только было вопросом времени. Союзники высадились в Нормандии, то есть территория, которую контролирует нацистская Германия, постоянно уменьшается. Немцев теснит и Советский Союз, сделав неожиданный тактический прорыв в рамках операции Багратион. Долго готовили эту операцию через белорусские леса, через болота, которые считались абсолютно непроходимыми для войск. Ночью были проложены специальные понтоны с соблюдением маскировки. И так советские войска практически вышли в тыл к немцам. На протяжении июля Советы захватывают Минск, Вильнюс, Львов. Цель выйти на границы Советского Союза выполнена, но Сталин хочет большего и Красная Армия идет вперед. Сталин решает активизировать свою политику. Он заинтересован в том, чтобы захватить как можно больше территорий в Европе. Как идеал, это гегемония над всем миром. Ну а пока то, что удастся поглотить и захватить. Так красноармейцы оказываются в Польше. Кремлевская пропаганда трубит на весь мир. Освобождаем европейскую страну от нацистов. Но истинный план Сталина предполагает не освобождение, а порабощение. На территории Советского Союза было создано прокоммунистическое правительство, которое должно было взять власть в Польше. Там хотели установить марионеточный коммунистический режим, но в то же время в Лондоне существовало польское эмигрантское правительство Миколайчика, который тоже претендовал на это. Претендовал на всю владусть.